Я хотел бы спросить современного человека, который живет в социальной жизни, работает, имеет семью. Как часто нужно общение с тобой? Сколько времени? Неделю, часов, месяц, каждый день? Наш принцип – практичность. И вчера мы говорили, что должна быть концентрация, должна быть регулярность. Поэтому регулярность – это в принципе то, что не в нашей власти. То есть регулярность, мы видим, что самой судьбой отведена какая-то регулярность. То есть есть периоды. Поэтому есть недели, месяцы, годы, полугодия, сезоны года. Поэтому раз в год, мне кажется, маловато. Раз в сезон тоже как-то. Этой осенью я уже был на встрече. Раз в месяц, ну уже что-то, мне кажется, для современного человека. Раз в неделю уже какая-то хорошая стабильность. Поэтому в принципе духовными традициями введена до семейного человека регулярность один раз в неделю. Один раз в неделю. То есть это то, что любой семейный человек может. И даже на работе понимают, надо ему дать вот викенд какой-то. То есть окончание работы. То есть все должно чем-то закончиться. Чем? Смертью на диване? Чем это все должен закончиться? Все должно закончиться возвышением. Возвышением все должно закончиться. Окончание должно быть красивым. Окончание должно быть благостным, чистым Вот тогда неделя хорошо прошла Неделя хорошо прошла, когда мы хорошую точку поставили Вот это да, действительно да То есть дело должно быть закончено Это одна из проблем нашего времени Незаконченности Мы все легко начинаем, ничего не заканчиваем Мы такие незаконченные все Недоделанные Поэтому и вот неделя, да То есть это вот временной период На который мы работаем По недельник, ну как бы работаем Во вторник уже нормально работаем В среду уже начинаем думать о том Что пора бы уже подготовиться к завершению недели В четверг уже ожидание того Что пора бы уже домой пойти В пятницу еще первые 2 часа мы как-то работаем После обеда уже какая работа Да уже все Что-то такое Волной какая-то Работоспособность идет Но завершение Это суббота и воскресенье Поэтому во всех духовных традициях Есть это завершение Суббота и воскресенье Всей рабочей недели Поставить точку Как мы говорили Я выполнил долг на уровне тела Я ходил в работу Я выполнил долг на уровне ума То есть я ни с кем не ругался Терпел директора Терпел родных, близких, соседей Во автобусе ездил Ни с кем не ругался То есть я все это терпел Я совершал этот долг Выполнял Но еще нужно долг перед душой выполнить Поэтому все такие духовные программы Они по субботам и воскресеньям Обычно проходят Во всех духовных традициях Интересно В некоторых странах религиозных Видно субботу и воскресенье Все закрывается Улицы затихают И целыми улицами люди идут В церкви, в храмы Обычно люди еще живут Районами религиозными И все Если у них суббота Они вся суббота Все наряженные, красивые Разодеты Видели как это происходит В таких районах религиозных Очень вдохновляет У нас понятно, что все Целенаправленно идут на футбол В субботу и воскресенье Но Сам принцип, что нужно точку хорошую поставить Завершить Если это будет завершенность Если она будет То весь этот период зачтется как духовный Весь период зачтется как духовный То есть как? Пища освещается Не вся пища освещается Не вся кастрюля На тебе Ешь Вот тебе поварешка Нет То есть освещение пищи Это берется маленький кусочек От всей пищи И освещается на алтаре И что? И вся пища освещается Так же и в принципе Рабочая неделя То есть понедельник был грустный Да и вторник немножечко И среда как-то грустновато И четверг То есть как-то грустновато Но было может быть не очень-то вот такое Прямо что было возвышенное Гайки крутил Унитаз чистил Какая-то такая была Простая жизнь Но если в результате я все это Осветил Предложил Поставил хорошую точку Этим последним днем То все это освещается Все это освещается Понимаете? Все освещается То есть если Если например Отец целый день работает Чтобы вечером эти деньги А потратить Чтобы купить Ужин Ребенку То что он делает Работает или покупает Ужин ребенку Он ужин ребенку покупает Целый день Понимаете? Так же если человек Целый день А всю неделю трудится Чтобы в конце пойти И одухотворить свою жизнь Подумать о абсолютно истине То вся неделя Также засчитывается В счет Одухотворения жизни Вместе с этим Присовокупляется Полностью происходит Освещение Всего отрезка Как например Если Благовоние на кухне зажечь То будет пахнуть Во всей квартире Везде этот запах Распространится Также если мы В субботу В воскресенье Например Сосмогли это Благовоние В своей жизни зажечь Посвятили Немножечко времени Для общения На духовные темы То вся неделя Освещается Вся неделя Становится духовной И она засчитывается Как духовный рост Потому что Все это время Мы хотели Все это время Мы готовились Все это время Мы думали о том Как в конце концов Выполнить свой высший долг Поэтому если так Вот брать Стандартную жизнь То один раз в неделю Это такое Для рабочего человека Для семейного человека Это хороший стандарт Вполне такое Нормальный То что он реально может То что реально В его силах Больше пожалуйста Главное чтобы Из дома не выгнали А меньше уж Куда меньше Раз в месяц Как-то совсем грустно Можно вообще Все забыть Можно свое имя Забыть За месяц Если месяц Свое имя Не повторять Не вспоминать То можно свое имя Даже забыть Тут люди за ночь Свое имя Но забывают Просыпаются Не могут вспомнить Кто я Как меня зовут Я читал Я говорю Такой еще вопрос А вот уже Когда друзья И родственники Над тобой Там посмеялись Потом прошел Какой-то период Когда они Всеми силами Пытались критиковать Потом махнули На тебя рукой Пришло какое-то Уважение И начинают Понемножку Задавать тебе вопросы Иногда Если ты им не отвечаешь Они опять же На тебя могут обидеться Когда ты отвечаешь Один раз Они могут расстроиться Но иногда Иногда бывает так Что твой ответ Их направляет На какой-то Определенный Путь И если начинают Этому следовать Это ихнюю жизнь Намного Начинает Поднимать Что в этом случае Для того Чтобы это уметь Делать Нужно учиться Мы не должны Гордиться Своим положением Все Чего мы должны Научиться Это сострадание Мы не должны Думать Все Мой час настал Я доказал Свою правоту Слушайте Меня Вы Вы Надо мной Хохотали Вы Меня Плевали Я пережил Это все Теперь в моих руках Микрофон Слушайте Правду Если я Буду Служить Этим людям Если я Не буду Их Получать Я буду Им служить Чем могу Вам служить Что могу Для вас Сделать Если буду Проявлять Милосердие То все Получите Эго Мешает Нашему Общению Эго Мешает Передачи Знаний Эго Мешает Тому Чтобы Нас Поняли Если Мы Не можем Понять То Либо Мое Эго Не дает Либо Его Не дает Либо У нас У обоих Эго Эго Это Такие В ушах Пробки Ничего Общего Не Поэтому Не радуйтесь Тому Что Ваше Время Настало А С великим Смирением С уважением Относитесь к этой личности И служите И понимаете Что это Милость от Бога Возможность Кому-то послужить Иногда у нас есть Что сказать Да некому Иногда мы хотим Добро сделать Да некому То есть Есть чем поделиться Да нескому И это Большая боль Согласитесь Поэтому Когда появляется Кто-то С кем Можно поделиться Нужно Воспринимать Это Как Милость Бога И относиться К этому Очень бережно С любовью С вниманием С уважением Это Очень важно То есть Истинный Признак Действительно Продвинутой Личности Это Его Милосердие Когда он Не требует Чтобы служили ему Не дожидаясь Этого момента Он Рад тому Что у него Есть возможность Послужить Это его Мягкость сердца Так расковаривается Поэтому Вот этому Научиться Как этому Научиться Потому Невозможно Научиться С этим Можно Соприкасаться Как мы говорили В самом начале Этим Надо Пропитываться Этим Надо Пропитываться Это То ради Чего Мы Встречаемся Опять Так Мы Смотрим Друг на Друг И Видим Это Возможно Возможно Быть Милосердным Можно Жить Без Ложной Гордости Можно Жить Без Наглости Можно Жить Без Желания Отстоять Свою Правоту Можно Жить На Других Принципах Можно Жить На Принципах Любви Можно Жить На Принципах Служения На Принципах Заботы Это Все Можно И Мы Это Видим И Этим Пропитываемся И Сами Становимся Носителем Этих Принципов Поэтому Тренируйтесь На Этих Ситуациях Когда Это Происходит Делайте Это То есть Мы Должны Уметь Делиться И Это Должно Быть Действительно Служением Это Не Должно Быть Подачкой То есть То Знание Которое Мы Даем Не Должно Быть Подачкой То Говорится Что Нужно Уважать Разум Слушающего Нельзя Так Сказать Упрощать Знание Упрощение Знание Это Не Уважать Разум Слушающего Это Неправильный Путь Нужно Просто Понятно Объяснять Но Самые Возвышенные Вещи Самые Сложные Вещи Самые Ценные Вещи Мне Очень Не Нравится Когда Знание Упрощается Это Оскорбление Слушающего Ну Вы ничего Не поймете Поэтому Сегодня Мы просто Поговорим О том Как правильно Воду Пить Мне Это Не Нравится Нет Мы Немножко Поговорим О том Как Воду Пить Но Мы Дойдем До Самого Верха Это Уважение Должно Быть И Тогда Те Кто Слушают Вас Они Поймут Меня Уважают Самые Ценные Вещи Объясняют Самые Ценные Вещи Просто Нужно Уметь Это Делать Доступным Языком Если Мы С Англичайным Говорим На Французском Языке Понятно Что Он Не Поймёт Нужно Стараться Говорить На Понятном Языке Это Уже Другой Вопрос Как Говорить На Понятном Языке Тут Нужен Некоторый Опыт Но Вы Видите Это Возможно Возможно То есть Можно Говорить На Спрашивать Очень Сложные Вещи И Куда Деваться Нужно Объяснять Нас Не Умеют Объяснять Восточное Образование Говорит Ребёнку Можно Объяснять Самые Высшие Духовные Истины Четырёх Лет Его Разум Способен Уже Понимать Высочайшие Истины Четырёх Лет Он Уже Может Всё Понимать Рождение Смерть Реинкарнацию Жизнь Всё Всё Может Уже Понимать Просто Мы Должны Это На Его Языке Объяснять Понятно Что Нас Воскритие Не Надо На Его Языке И Он Поймёт Поэтому Раньше Духовное Образование Было С самого Детства Помните Ещё Оно Было Раньше И В нашей Культуре Было Духовное Образование С самого Детства Духовное Образование Это Высшее Истины Ребёнку С самого Детства Всё 4-5 Лет Понятно Что Если Преподаватель Не На Детском Языке Объясняет То У него Будут Проблемы Есть Язык Ребёнка Понятно Всё Это Говорит Но Если Разум Проснулся Он Не Тупой А Его Сразу Тупым Делают Ничего Не Поймёшь Ну Ты Наверное Должен Духовностью Заниматься Где-нибудь Годам К 50 Понятно Что С 4 До 50 Точно Отупеет А А если К нему Уже С 4 Лет Относятся Как Способному А Понимать Высшие Истины То До 50 Он Точно Это Поймёт Понимаете Поэтому У нас Сразу Неправильно К Детям Относится Каким-то Тупым Ничего Не Понимающим Что Рано Им Это Всё Поэтому На уровне Образования Уже Не Дается Высшая Истина Поэтому Палочки Он Тупо Рисует Я Помню Как Мне Было Трудно Вы Помните Этот Момент Нет Вот Реально Тяжёлый Момент Был В Моей Жизни Неделю Палочки Достали Достали Этими Кружочками У меня такое Чувство Что Я Так Родный Не Научился Рисовать Эти Палочки Кружочки Потому Что Люди Очень Долго Мои Подписи В Книгах Читают И Как Ничего В конце Концов Видите Без Палочек Кружочков И Вот Реально Отупиваешь 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 Потому Что Тебя Вот За Дурака Считают А Ребёнок Он Не Дурак Это Просто Душа В Детском Теле Понимаете То Есть Вот Понятно Что Есть Взрослые Тела А Есть Детские Тела Но Это Просто Тела А Душа В По Плев То же Самое Взрослые На Детей Смотрят Нет У них Есть Разум Просто Нужно Сразу К ним С уважением Относиться К этому Разуму Понятно Что Язык Другой Нужно На Языке Говорить Но Разум Все Включился Разум Включился Он Родился Только Потому Что Он Молился Есть Проблема С Родами Иногда Она Происходит Иногда Позже Рождаться Иногда Раньше Потому Что Бог Ждет Того Момента Когда Душа Начнет Молиться Она Там Сидит Тяжеловато Очень Тяжело Очень Неудобно И Господь Ждет Когда Она Молиться Начнет И Тогда Душа Молится Все Когда Я Рожусь Я Буду Буду Заниматься Духовным Развитием Я Буду Меня Всю Жить Буду И Как Только Она Эти Слов Произносит Ему Развешаю Трудиться Ладно Давай Ладно Ему потом Ты Тупой Павочки Рисуем Поэтому Иногда Он Позже Рождается Раньше Потому Что Это Молитва Господь Ждет Эту Молитву Этого Обещания То есть Мы Все Родились Потому Что Дали Обед Измениться Мы Все Родились Мы Дали Обед Меняться Поэтому Мы Должны Обед Выполнить И Как Только Разум Просыпается Понятно Первые Три Года Там Надо Как-то Разобраться С Этим Миром Потому Что Мир Немножко Поменялся Поэтому Что-то По-другому Немножко Происходит Опять Есть Научиться Там Пить Бегать Драться Понятно То есть Какие-то Простые Вещи Но Как Только Разум Просыпается Четыре Пять Лет Разум Проснулся Он Хитрить Начинает Обманывать Начинает Разум Проснулся Все Вперед Высшее Знание Нужно Давать Высшее Знание Это Очень важно Когда мы Знание Передаем Быть Уважительными Поэтому Даже Если Вы С Ребенком Разговариваете Вы Можете С Ним Говорить На Самые Высшие Темы Правда Государство У нас Это Запрещено Что Делать Приходится Только Со Взрослыми Разговаривать Но Родители Могут Пробовать Реально Увидеть Что Он Будет Понимать Так Всегда Было Это Не Что То Новое Было Детское Образование Гуру Кула То Духовное Образование С Самого Детства И Все Понятно Продолжение следует